30-летняя жительница города продавала свои личные вещи на популярном сайте объявлений. С ней связался якобы покупатель, чтобы оплатить товар. Для этого он попросил женщину перейти по ссылке и ввести данные банковской карты. Но вместо начисления средств произошло списание почти 80 тысяч её личных накоплений. А вот 54-летняя горожанка лишилась денег, взятых в кредит. Ей позвонили, представились с сотрудниками Центрального банка и пояснили о том, что в настоящее время её денежные средства, которые находятся на счетах, находятся под угрозой, так как мошенники пытаются произвести с ними манипуляции. В связи с этим ей посоветовали приобрести кредиты. Мошенники продиктовали ей счёт, куда необходимо перевести миллион, взятый в кредит. Осуществив несколько транзакций в 500 тысяч, банк заморозил счета из-за подозрительной активности. Так женщине удалось избежать дальнейшей потери средств. На похожую схему аферистов попалась 26-летняя местная жительница и лишилась почти 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции призывают нефтьюганцев бережнее относиться к любому своему имуществу, будь то личные накопления или вещи. Сейчас начинается у нас летний период. Это велосипеды, самокаты, детские коляски, чтобы не бросали в различных местах без присмотра. Оставляли их на хранение в специально предусмотренных местах. Если уж в случае, что в отношении кого-то было совершено какое-то противоправное действие, сразу же необходимо обратиться в дежурную часть МВД по городу Нефтьюганску. Также правоохранители советуют жителям сохранять документы на своё имущество, благодаря которым будет проще определить владельца. А ещё иметь фотографии велосипедов, самокатов и колясок. Алина Морозова, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск».